Сейчас хайпингом занялись. Пошли по лесу, по тропинкам лесным в гору. Смотрите, с двумя детьми дели. За спиной двое деток. Вот какое-то горное озеро красивое. Красиво, тихо, так хорошо. Солнышко скоро выйдет. Потеряли они. Вот где сидят. Вау! Ой, вот вы на это посмотрите. Это же просто. Просто нет слов. А тишина, да. А посмотри, что тут. Корни. Это какого-то прям защита какая-то из корней. Ой, как красиво. Я и уходить отсюда не хочу. Тут и буду сидеть. Вот по такому лесу мы идем. Берез много. Причем березы старые, толстые. Такая дорожка петляет в камнях и в корнях. И мы по этой дорожке поднимаемся выше-выше-выше. Лес, можно сказать, нетронутый. Ну, люди тут вот ходят, но, конечно, люди все тронутые. Сюда постоянно чухать вверх и вверх. Он и с Жорой даже идем. Я. Ну, ты уже взрослая. А Жорик тоже молодцом. 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 Грибы. Я в них ничего не понимаю. Мы увидели гусеницу. И гусеницу видим. И медведя еще можем увидеть. И медведи еще можем кусаться. Конечно. Мох. Вот лес просвечивается. Горы. Такие узкие тропинки здесь встречаются. Вот моя нога. И над ними надвисают огромные булыжники. Ух. Тропинка, конечно, неадаптированная. Ну, как бы адаптированная, но не облегченная. Камни, корни и земля. К тому же дождь был всю ночь. И поэтому здесь скользко и сыро. Я вчера говорила, какие классные, удобные тапочки. Но для этого дела нужны кроссовки, а не тапочки. А я в тапочках. Тропинка наша вдалеке осталась. А здесь прям обрыв. Вот нужно было пройти по этой штуке. И все. Ну, какая дорожка. Стремноватая, скажем так. Какие здесь классные камни. Фух, уже уморились, а еще идти-идти. Ну, тут хоть хорошая дорожка ровная. А это грибы съедобные? Нет. Ну, смотря какие. Ну, ты в них понимаешь, лучше откусанный был. Вон, какие стены. Мне кажется, здесь на Крым похоже, когда идешь по тропинке. Вот какая тропинка идет вверх. Это даже тропинкой сложно назвать. Корни, корни, все вверх. Грибочек. Он маленький. Да. Ой, все вверх и вверх. Интересный подъем. Мы даже, честно говоря, засомневались, что мы идем по тропинке, чтобы не сбились с пути. Что? Что? Тут уже какие-то водопадики текут. Это, наверное, после дождя. Жора, стой, не двигайся, папа сказал. А что там? А, да, это таро, что он будет наверху. Ну, вот мы вроде бы уже увидели указатель на вершину. Подъем был такой очень-очень сложный. Мы даже не снимали, потому что просто. Как по водопаду вверх. Вот. А тут какие-то деревяшки уложены прикольные. Можно ходить, хотя в них нет необходимости. Вот там лучше бы что-то придумали, да? Это уже такое, как эстафета. Ой, а если у меня не сильно хорошо с фестибулярным аппаратом, я лучше пойду тут. А там, а зачем там лестница стоит? Они издевают. Вот такие символы, только по ним мы понимали, что мы не заблудились, но они так редко встречаются. Да, так и по ней нужно забираться. Трясется камера. Сейчас еще по лестнице будем идти. Ой, а дальше? Дальше камни. Может с собой туле что-то есть? Не думаю, что она очень легкая. Ну, сейчас тут сообразим, как подниматься, и потом включу опять. Мы сделали это. Мы сделали это. Мы поднялись. Посмотрите, какой шикарный вид отсюда. Километр вверх. Километр? Ну, по-моему, на 2000 с чем-то, да? И мы на камне. И несмотря на то, что тучи, ну, это даже такой более мистический, загадочный вид. Вот там мы на камне высоком стоим. И вокруг горы, горы, горы. Там гору... Жора, не подходи близко. Гору закрывает облако вверху. И там. Это самеку. Но мы сейчас еще выше поднимемся. Нет, там... Смотрите, еще и озеро видно, возле которого мы сидели. Так вот высоко мы поднялись. Очень-очень красиво. Лизка дошла до верха с белыми штанами. Теперь уселась. Да уже сиди. Сейчас мы еще чуть выше поднимемся. Весь мир на ладони. Ты счастлив, не? Только немного завидуешь тем тому, у кого вершины еще впереди. Можем! Смотрите, отсюда озеро лучше видно. Это озеро, возле которого мы сидели. Там купаются. Классно. Сейчас мы туда спустимся, разломся и пойдем, да? Ага. Пошлепаем. Мы можем даже идти не на пляж, а опять на лодочке. Что нам на пляж идти у нас все равно? Нет, она, она, ну, уж и мелкая. Ты что? Ты что? О, он отмель. Он там вот, отмель. А там зеленая. Здесь обрыв, кстати. Да. Поэтому... Не подходи! Господи, ты меня... Не подходи! Ты только что туда не свалился. В начале этой тропы, по которой мы наконец-то спустились уже, слава Богу, стоит вот такой ящик. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это для вашей защиты и нашей информации. И здесь стоит журнал записи посетителей здешних. Он, правда, мокрый. Ага. Но много записываются люди, кстати. Вон август весь. Вот этот весь журнал, это только август. Роман и Сильвия. Понятно? Вот вы знаете... Кстати, сколько время? Чтобы узнать, сколько это... Вы знаете, какой кайф? Кайф. В течение трех с половиной часов куда-то карабкаться... Час пятнадцать мы спускались. А кажется, быстро, да? Ага. Мы полтора часа поднимались, а час пятнадцать спускались. И там пробыли еще какое-то время. Да. Может, даже больше, чем полтора часа. Карабкаться куда-то, потом обратно спускаться по тем же камням. И потом прийти к этому озеру тихому, спокойному. И зайти в холодную-холодную воду, чтобы ножки отдохнули. Она немножко, чуть-чуть. Да, вот ты уже привыкла просто. Вон уже туман поднимается над озером. Очень классно. Очень приятно. Как хорошо. Да, мы думали, у нас-то все быстрее будет. Мы не знаем, что карабкаться так тяжело и так долго. Проходили мы там три с половиной часа. Хорошо? Хорошо? Мама, у меня холодно. Будящие ноги. Сейчас я Ляля сфотографирую. Сниму это скрытое горное озеро. В солнечном свете. Потому что солнце нам не доставало везде. Я рисую маму. Ой, Жора маму рисует. Какая красавица. Какая красавица я. И у него на ноге лавка. А у меня нет лавки на ноге. Вот лавка. А, на рисуночке. Хорошо. А я... Ляля красавица тоже. Вот там, не знаю, видно или нет, где туман над водой. Так классно. Туман над водой. Мама, я вижу, ты малая лавка. Та мама. Та мама. Так. Та мама.